здравствуйте дорогие подписчики и гости моего канала меня зовут юлиана сжигаем чеки в июле и привлекаем мощный поток финансов сегодняшнем видео вы все узнаете огненные обряды наделены особенной мощной энергетикой ведь это стихия обладает большой очищающей и возобновляющей силой особенно эффективны они для работы с финансовыми потоками так как способны трансформировать негативную энергию убытков денежно чтобы получить этот эффект проведите ритуал сжигания чеков как это работает данном случае вы трансформируете информацию которая олицетворяет конкретные расходы привлекаете денежные средства эквивалентное потраченным используя силу пламени провести обряд реальный и без чеков ведь вы оперируете энергии они сжигаемой бумагой однако подобно под силу не каждому чтобы усилить эффект и минимизировать собственные затраты необходим физический объект символизирующие ваши денежные каналы по этой причине бесполезно брать чужие подтверждения платежей работать будут только те чеки которые вы подсознательно относите к своим расходам нежелательно проводить магические манипуляции часто наиболее оптимальный вариант от месяца до полугода в этом случае вы получаете особенно сильный эффект от своих действий когда проводить обряд все магические воздействия тесно связаны с циклами луны если вы хотите привлечь финансы их нужно осуществлять период ее роста рекомендуется сжигать чеки после полнолуния если вы хотите избавиться долгов или неурядиц но в этом случае нужно взять документы содержащие информацию негативных расходах к примеру можно снять копию созвещения задолженности также важно учитывать солнечный календарь на дни недели созвездия в котором находится ночное светило тоже имеют значение хотя и в меньшей степени с учетом всех факторов удачных и благоприятных дней не так уж много и сегодня вы узнаете подробную информацию и основные рекомендации и так понедельник 4 июля шестой лунный день это пара экспериментов и трансформации поэтому сегодня ваши действия станут особенно успешными вы будете находиться на одной волне с космосом который поможет в любом начинании вторник 5 июля седьмой лунный день время наполнены духовностью смело озвучивайте просьбы и пожелания когда будете приступать к ритуалу они обязательно исполнится также помните что это период созидания нельзя рвать и мять бумагу будьте предельно аккуратны пятница 8 июля 10 лунный день с 14 40 в утренние часы энергии луны угнетена ощущаются слабо для магии подходит вторая плана суток чтобы ощутить наибольший эффект предварительно проведите медитацию сжигать можно только чеки получены после покупок воскресенье 10 июля одиннадцатый лунный день наиболее денежный день во всем месяце он наполнен особенно сильной энергетикой позволяющий не только вернуть все потраченные средства но и получить приятные бонусы в виде исполнения заветного желания первую незапланированную прибыль полученную вскоре после магических манипуляций следует потратить на подарки близким людям или домашние нужды вторник 19 июля 20 лунный день время убывающей луны когда вы можете оставить в прошлом долги по ипотеке или крендиту сегодня единственный день когда можно сжечь чеки за лекарства или ремонт не опасаясь возвращения неприятной ситуации четверг 21 июля 22 лунный день сильная магия природы любые действия сегодня можно усилить знаками даже если вы просто схематически нарисуете на чеках монетку или урок изобилия это ускорит результат вторник 26 июля двадцать седьмой лунный день если долговые обязательства вытянули из вас все соки испепелите копии документов информирующих о долгах судьба пойдет вам навстречу и поможет избавиться от задолженность кроме того огненной магии усилит вашу интуицию среда 27 июля 28 лунный день лучший день чтобы ускорить погашение кредита взятого на ценное приобретение после обряда возможен даже пересчет суммы долгов в меньшую сторону кроме того это день озарение когда неожиданно находятся нестандартные способы решения проблем как подготовиться критолог вы наверняка знаете что хранить чеки вместе с деньгами нельзя но это не единственное правило документы подтверждающие траты не должны быть мятами или рваными поэтому лучше всего складывать их в плотную папку не хранить их мешках или банках там они могут помяться если вам дали несколько документов на одну ту же покупку к примеру вы дополнительно получили выписку копию чека сжечь можно все вместе возможно вы получите лишь ту сумму которую потратили но часто случается что деньги возвращаются в удвоенном а даже его тройном количестве однако если вы сами снимите копии результат не изменится помните о работе подсознания чтобы получить деньги равны потраченным вы должны верить что это сработает скептицизм тут неуместен также важно приступать хорошем расположении духа чувствуя себе магическую силу выберите правильное место для своих действий не желательно сжигать чеки помещений даже если вы примете все меры по пожарной безопасности помимо того что чековой бумагой в процессе сгорания издает резкий неприятный запах сам ритуал будет слабее так как для максимального результата огня необходим непрерывный поток воздуха если вы по какой-либо причине не имеете возможности провести обряд на природе позаботьтесь о том чтобы выбранное помещение хорошо проветрилось откройте окна и приготовьте жаростойкую посуду ритуал сжигания чеков в процессе вас ничего не должно отвлекать время проведения выбирайте по своему усмотрению но помните что чеки можно сжигать только светлое время суток если вы проводите ритуал на улице лучше всего взять и для этой цели мангал далее понадобятся уже накопленные квитанции перед тем как переместить свои чеки жаровню или мангал переберите их вспомните каждую покупку или другую утрату постарайтесь почувствовать радость от обладания той вещью или услугой которую получили взамен если такой танца погаши недолго порадуйтесь тому что итоговая сумма стала меньше удовлетворение своих действий важная часть обряда далее подожгите свои чеки и скажите чеки сжигаю потраченные в тройном размере возвращаю говорим три раза обратите внимание эта фраза действует только если вы приступаете к практике в период роста луны случае когда целью является избавления долгов скажите следующее чек датва сгорает мои неприятности с ним исчезают также говорите три раза постарайтесь в этот момент почувствовать как высвобождается энергия трансформируясь в денежные потоки направленные прямо к вам дождитесь когда полностью все сгорит а потом пепел пускаем по ветру после того как закончите не думайте о деньгах а просто отвлекитесь на любые события не пытайтесь представить как произойдет пополнение бюджета такими мыслями вы ограничите вселенной средств их исполнения отпустите события и позвольте им идти своим чередом а а